Эй, там анонсировали новое дополнение для Стеллариса. Хочешь попробовать? Итак, новая DLC Астральные планы для Аст Лариса. Оно упало в наше инфопространство, как снег на голову, породило кучу обсуждений, и я специально включил режим невидимости и ждал, пока туман рассеется, а вместо помех на храни начнет проявляться четкая картинка. Сами, как обычно, Антон, который на этом экране делится ими Начнем с того, что заявлено. Новая активность Разломы. Будут появляться в середине и конце игры. Их будет примерно 30 штук. У каждого будет своя уникальная сюжетная линия, причем весьма вариативная. Вести Разломы будут в новые, удивительные реальности. Здесь я сразу даю идею мододелам. Добавить Разлом во вселенную Рикардо Милоса. Также нас ждет 8 новых реликвий, 4 новых гражданских модели, одно новое происхождение, новый ресурс астральной нити и новая механика астральное взаимодействие. Ну и целых 3 новых музыкальных композиции. С новым дневником разработчиков 318 за авторством Гири Моррисона. Все становится чуть более понятным. Теперь в галактике заранее будут размещаться астральные шрамы. Эдакие точки мультивселенной нестабильности. До мидгейма они будут вам давать некую астральную материю, которую можно будет использовать, но пока непонятно как. А в середине и конце игры они смогут превратиться в полноценные разломы. Исследовать их можно будет, если изучить специальную новую технологию, сферу разломов. Работать это будет просто. Научный корабль подлетит к разлому, десантирует туда сферу на тросе, она там побудет в параллельной реальности некоторое время, а потом ученые ее вытащат. План, конечно, надежный, как швейцарские часы. Подобные разломы будут иметь свою сюжетную линию, свои награды в конце, а также за их изучение вы можете получить астральные нити. Но что с ними делать, пока не ясно. Я думаю, что их можно будет потратить на создание тех самых астральных взаимодействий. Но пока разработчики ни о чем об этом не сказали. Что же нам дает этот дневник разработчика? Ну, во-первых, DLC явно отдали на аутсорс. По крайней мере, Моррис работает не в пароходах, а в Абрахам Энтертеймент, который занимается всякими карточными играми. Второе, разработчик не совсем понимает игроков 4Х и сам жанр 4Х. Подход мысли у него правильный, думать над тем, что интересно игрокам. Но для жанра 4Х в первую очередь важны именно механики, повышающая реиграбельность, а не прописанные тонны текста. Я думаю, Кресты и Хойка не были бы так популярны, если бы у игр не было бы мощного базиса в виде механик, которые делают каждую игру плюс-минус уникальной и неповторимой. Хотя основной стол популярности именно Хойки, на мой взгляд, это мемы про Роммеля и нехватку топлива. Как по мне, сейчас проблема Stellaris в том, что нет именно геймплейного развлечения в середине игры. Я не говорю, что разломы в параллельной реальности это плохо. Так и иначе, это новый геймплейные возможности, новый сюжетный контент для любителей визуальных новелл. То, что они их оформляют в виде раскопок, с одной стороны, даже благо. Вы же не хотите, чтобы маленькая девочка по имени Оптимизация отправила ваш компьютер одним пинком на Марс. С другой же стороны, сначала они полностью сплагиатили старую версию Stellaris'а с модами, дай я про тебя, а теперь просто делают копирку старых механик, которым уже года три. НЕХОРОШО! В рамках сюжетного DLC можно сделать гораздо больше и интереснее, благо у нас для примера есть расцвет синтетиков, и новый кризис середины игры, и новая форма правления, и переработка на тот момент синтетиков и так далее. Банальный пример того, что можно сделать. В мультике про Рика и Морти в финальной серии второго сезона есть шутка про сквонч. Бет неправильно поняла это слово и сказала гадость на инопланетном языке. Учитывая, что в Stellaris'е теоретически куча разных рас, с разной историей, культурой и так далее, возникновение подобных проблем на стыке различных цивилизаций должно быть постоянным, и это то, чем можно различить игрока. Конечно, сейчас три с половиной пожирающих роя, кстати, мои постоянные зрители, привет, ребята. На мои претензии по поводу мультикультурализма скажут «Мама тебе не говорила, что с едой они играют?» Но если так подумать, то сейчас игра на органике от игры на коллективке отличается четырьмя вещами. Дополнительный ресурс в виде ТМС, счастье вследствие этого, фракции, умирающий лидер и уникальный ответ на различные события, несколько технологий и пути возвышения до кучи. А так, у органика государство достаточно однородное, действительно похоже на коллективный разум. Даже если ты захватываешь условных поборников чистоты, они тебе никак не мешают и спокойно валются в твое общество любителей мерных белочек. Хотя по логике там должна быть точка напряженности лет на 50 точно. Но разработчики Сталариса, вместо того, чтобы делать что-то новое или минет старое, хотят разнообразить игру разломами, которые, ну не знаю как вы, я лично один раз прочитаю, что там по сюжету, и потом буду просто скипать, отмечая про себя, какие дают наилучшие бонусы. Все выглядит так, будто пароходы нашли для себя удобную бизнес-модель. Одно происхождение, пара этик, несколько страниц текста, пожалуйста, новая DLC готова. А почему они так делают? Потому что схавают! Ну опять же, правда сокрытое ее не найти, по крайней мере в одиночку. Если тебе есть что сказать по теме политики пароходов в плане DLC, или по теме астральных планов, то приглашаю в секцию комментариев. Когда будет еще больше информации по данному DLC, я думаю мы снова услышимся. А вы погружались в Deep Dark Fantasy с человека по имени Антон. До скорой встречи!